так здравия всем друзьям ну назовем это тестовая запись на эту тему хотя она будет не тестовая скорее всего будет именно та самая которая единственное последнее настоящее будет как вы видите на экране о чем пойдет речь значит это будет касаться всех всяких там правоведов значит живых и мертвых сувереннов и прочих всяких которые занимаются всякими такими темами юридикции всякой и все такое эта тема будет сейчас возможно для многих ключевой одним из ключиков по выходу из этой системы вообще чтобы понять как и почему нужно выйти из этой системы почему ее нужно менять и так далее но и недавно вот я сделал такой вот текст документ давайте его откроем где он у нас тут они еще у меня не открыты надо их открыть давайте откроем недавно сделал наш текст документ а тема у меня давно было в голове уже и сделать все никак все никак ну свои проблемы не могу писать когда хочу и как хочу то но и думаю а там наткнулся на канал значит одного человека с сша который там сейчас доктор как его олег никишин тоже делал же по нему там ролик по его там это воду в сторону насчет кона там и так далее какой-то ковен ковен там какой-то подсовывает и все такое ну трактователи слов есть разные у нас сегодня да и каждый думает что он суслик органом и каждый думает что он прав и вот там бога за яйца укусил его значит только в этом направлении есть выход вот все как бы ищут выход из системы но отчет как-то вот а вот а нужно отказываться как бы полностью от системы я сейчас попробую объяснить почему то есть это будет такой спасительный ролик для всех друзья да не больше не меньше вот все смотрели ролики вова 307 про траст и все такое страстами сейчас много кто что занимается все но что-то как-то вот все равно люди возятся в этой системе никак не знают как из него выйти уже вот ролики так называется там естественное право там выход там с естественным правом все такое все уже это как бы есть то есть но корица не про нашу честь да так теперь я закрыл то что я не должен был закрывать ворд документ у меня открывался очень долго я вам час коротенько покажу о чем пойдет речь вот вот такой текст и документ но я сейчас уберу потому что интим мы будем заниматься чуть попозже так сказать так что у нас тут тут у нас пелехова почему-то открыто так не тот сейчас надо мне открыть именно то что надо мной работа и тогда да вот это и так вот когда я разместил вот этот вот документик вот 16 февраля наверно ну и конечно кинул там в телеграм ватсап ну так как групп у меня там ватсапе вообще немного в телеграме раньше не занимался им только вот недавно появилось немножко времени начал заниматься телеграмом так немножко покидал даже никаких собственно отзывов или что не видел собственно вот ну ладно короче пояснять нужно эту тему и самое главное вот что значит вдруг мне попадается ролик вот это по моему вот это да я его сейчас долго очень искал своей это как его в истории просмотров и не мог никак найти ну думаю ну как так буквально два-три дня назад я его это смотрел потом не мог досмотреть там минут несколько в начале начал думал о тетя начала говорить о том что нужно думаю очень важный ролик нужно посмотреть и запомнил даже что вроде как-то назывался то тут увидите стоит рубеж тв а там назывался как у них студия рубеж да думаю что то либо рубеж либо держава любну буква же помню и значок как у рубеж студия рубеж да похоже что-то было думаю о надо запомнить если что потом найду так она провисела пару дней пришлось пришлось скидывать короче этот как его браузер потому что у меня всегда очень много скала вкладок открывается на двух экранах я это все скинул думаю ладно потом это в истории все равно найду и вот искал искал короче не мог найти вот нашел да но давайте я вам так промотаю вот тетя что-то тут рассказывает и где-то даже в какой-то момент вот видите правоспособность зрения времени где-то тут она дошла до субъектности права ли что-то про субъект начала рассказывать и я думаю вот наконец-то наконец-то тема пошла я думаю ну вот не знаю где это я говорю где-то на пяти минутах там видите не могу крутить ролик вот заблочат мне понимаете наложит права я же не знаю как там студия рубеж на это реагирует ролик то это должен который еще сделаю он должен курсировать то есть он должен должен долго жить вот но короче если мне сейчас это слушать долго не получится этой записи а я хочу еще не записать вот прямо так сказать сейчас почему понимаю потому что тема назрела потому что наткнулся у сегодня еще на один ролик через телефон смотрел так надо даже очень посмотреть как называется он у меня тут где-то должен скорость висеть так вот он называется так свобода нет канал называется и время пришло расторгаем договор с властью и там две женщины разговаривают ну так вот я вам сейчас никак показать не могу это надо там куда-то эту ссылку кинуть вот и я понял но когда занимаешься какой-то такой темой и вдруг ты на других каналах начинаешь видеть то же самое и ты понимаешь что значит то что называется время созрела и нельзя так сказать откладывать я раньше так много лет назад откладывался такие такие вещи у меня очень много роликов записаны которые никогда свет не вышли так сказать и лежать мертвым грузом на компьютере так сказать вот и надо от этого груза так сказать избавляться выдавать его в свет чтобы она как-то действовать так начнем то что я вам сегодня покажу новую перевернет как бы у многих сознания если перевернут ему те кто в теме и у тех кого перевернет перри я точно ауту тех которые дошли не превернет уже не поможет никогда когда-то на канале револьвер я делал несколько роликов на тему и там была тема юрий дикция и что там еще было но в общем речь шла о том что как бы я хотел показать вообще источник так стать анналы это всего то бишь где так сказать собака порылась и где она там значит чего-то зарыла понимаете вот зарыла она вот судьи иудейских и идика ты идика тура да ну вот это я сейчас здесь показывать все не буду потому что это опять будет слишком много и запутано давайте все-таки начнем то есть да наверное ту тему еще надо жевать 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 чтоб она впилась людям мозг чтобы они поняли они как бы понимаешь что есть там римское право там всякое право да и ну а как выйти из этого не понимает а естественное право да об этом все говорят я говорил в том числе поначалу да но нужно понимать такую вещь вот в той передаче которую тогда на канале револьвер делал я уже там как бы но указал как бы проблему того или как я и там сколь сказал но не как ну по временному формату той передачи что я там делала ну никак это было не рассказать ну а потом все это разжевать меня как бы со временем тоже не всегда получается в общем суть того что назначались гудеи значит в день его иудеи то есть там речь вообще еще идет о том времени когда евреи не были идеями когда они еще язычниками были да и назначались так называемые вот как они там иудейские судьи к вот эти до книга судей книга судей вот и там как бы доктрина того что всегда тогда когда иудеи вот эти вот еще языческие с другими народами жили хорошо и дружили назначался такой судья ну как вы понимаете его и да вот этим вот адонаем саваофовичем то да такой судья который ну как бы подталкивал их всех к тому чтобы с другими там это вести вражду вести войны но и так далее там подобное вот и через какое-то время они опять очеловечивались опять со всеми дружили жили нормально и так далее не хотелось им воевать и драться обманывать и все такое мошенничать и опять назначался новый судья и который значит или а новая судья которая значит их подвигала к всему нехорошему ну такая вот доктрина да вот это нужно как бы тоже понимать и ну там я тоже где-то там я сейчас не помню в этой передаче или в следующей передаче я делал читали но уже речь шла о том значит тоже там естественное право или значит как она позитивное право я затрагивала там а гопс так называем или хопс хопс я там очень все так скользко только намеками давал понять что там надо рыть ну тем кто понял ну конечно тогда люди вообще этой темы еще сильно не занимались и конечно этот ролик по сути ни до кого не дошел никак вот а проблематика так называемые естественными право состоит имели и заключается именно в том что все так называемые вот эти вот как они немного фуфлологи которые этой тематикой занимаются ли должны заниматься вот эти вот как они называются давайте посмотрим ещё раз так мне не юрист ou как они называется то который вот у этой девушки тут она говорила как раз на телефоне и который смотрел как они не прав и дагонин короче который философский Философы, которые именно пишут о любом праве, то есть, каждое право это так называемое не право, а законодание. То есть, каждое законодание это формализация, так сказать, права так называемого. То есть, это формализация, это что значит? Это принесение текстов на бумагу, чтобы это было в форме, по форме, формализация. Вот. И все эти философы, как Хоббс и прочие, они всегда съезжали с этой темы. Почему? Потому что, если эту тему раскрыть, то рабы перестанут быть рабами. Вот. И поэтому они всегда съезжали с этой темой. Ну, уж по той или иной причине были ли они проплачены, или понимали, что нельзя это все давать, или еще что-то по каким-то другим соображениям. В общем, они все замусоливали тему. И где-то даже вот на Википедии, по-моему, тогда, когда я там про Гоббса читал, или что-то там, я как раз и прочитал то, что... Или вот как раз естественное право я когда-то читал на Википедии, что ли. И там была где-то такая строчка, что, ну, как бы, много попыток у философов было, так сказать, развить эту тему, значит, естественного права. Но никто из них, как бы, грубо говоря, вот так, если сейчас поверхностно сказать, никто из них не справился с этой темой, или все съезжали. Почему? Потому что они приходили, как бы, в тупик. И, ну, выходили на то, что нельзя написать или формализовать то, что не может быть формализовано. Ну, по сути, если вам так объяснить, естественное право, но потому и естественно, что его формализовать нельзя, то есть его написать нельзя. Поэтому те, кто сегодня все на эту тему говорят, они, по сути, ну, либо не понимают, о чем говорят, да, либо если понимают вот эту проблематику, то, как бы это сказать, по сути, это было бы не письменное право или законодание, а оно было бы именно устное. А с устным возникает следующая проблема, что то, что устно, как в судах, как, то есть, понимаете, ладно, есть какие-то там простые вещи, там, вещевые отношения, а если там убийство, а если там еще что-то, это уже такие серьезные вещи, для этого пишутся так называемые законы, даже там незаконно, как это вот это все, там, русская правда, там, немецкие эти штаммы с рейхетой, там, еще что-то там такое, да, и вот эти своды всяких там, писаний этих, да. И все это же, ну, как бы, ну, оно тогда канет в лету, так сказать, понимаете, а этого допустить, как бы, нельзя. Вот, по многим причинам, не с их стороны им это невыгодно, ну, и с нашей стороны, ну, сейчас сделай это, и что мы останемся в воздухе, то есть, праведных-то, так сказать, законов, простых правил нету, как бы, хотя они есть, собственно, не убей, там, не укради, и все, вот это, вот этого было бы достаточно, оно, по сути, работает. Вот, ну, ладно, это я сейчас опять очень сильно ушел от того, что я вам хотел, то есть, придется ролик, опять же, вот, разбивать на два или как-то, и вот, по сути, ролик уже не будет взрывной, потому что я от сути дела, то, что я вам хотел рассказать, уже ушел, по сути. Ну, как, кстати, ушел, я не ушел, конечно, но, если бы я начал сначала, что и хотел, он бы был гораздо взрывнее, этот ролик, и пошел бы лучше в массы, ну, а теперь он уже будет такой. То есть, мне придется делать второй ролик на эту тему, да, но давайте начнем все-таки. Значит, итак, вот, видите, я сделал такой список, для чего я его сделал, чтобы каждый понял, что суверен, это, ну, не то слово, за которое его выдают, то есть, здесь западня, по сути. То есть, что обозначает суверен, вот, давайте я вам еще раз прочитаю. Субстрат, это то, что лежит под ногами. Субъект, подлежащий, объект надстоящий или надлежащий, но, как сказать, вот именно надстоящий, потому что одно лежит под ногами, а другое стоит над ним. Вот одно является первичным, другое является вторичным, вот это нужно понимать здесь хорошо. И, кстати, я, когда вот это вот здесь дело писал, не смотрел эти трактовки в Википедии, но думал, что там даны, там это подменено понятие, потому что вот есть понятие такое, как субъективно, это субъективно, это объективно, что важнее, что не так важно, вот, ну, короче, ну, когда я посмотрел трактовки потом, вот, когда я это все написал, уже, как бы сказать, выложил, потом начал делать вот этот другой документик, текст, и я опять вышел на субъект, объект и начал в Википедии смотреть трактовки, и там я, о, боже, увидел, что там даны правильные трактовки, оказывается, там действительно подлежащий субъект и объект надлежащий, и тут я пришел в шок, думаю, как так, вот, ну, как-то до этого еще много там лет назад, я когда этой тематикой немножко занимался, я видел, что там какая-то подмена понятий была, и с тех пор это у меня осталось, отложилось в голове, а тут, когда я посмотрел, думаю, как так, то есть, да ну, правильно, думаю, нихера себе, тогда, ну, как бы, задача упрощается, с одной стороны, значит, нужно искать, ну, дальше там корни, ну, я действительно там поискал, и недолго пришлось искать, я нашел тот клубок, который, так сказать, запутан, и заныкан вроде и не сильно глубоко, не так далеко, но, чтобы этот клубочек раскрутить, вот, нужно, как бы, как сказать, с правильного места на начать и знать, куда идти, да, как-то так, наверное, и так, значит, вот, запомните, субъект, объект, подлежащее и надлежащее, так, что такое субъект, субъект это подлежащее, грубо говоря, то, что находится внизу по рангу, по иерархии, объект это то, что надлежащее или настоящее, или первично, а субъект это всегда вторично, вы поняли этот момент, это очень важно, очень важно, ну, и дальше просто список слов, которые, как бы, подтверждают все вот это, Это супостат, суппись. Что такое супостат? Тот, кто противник, тот, кто супротив. Супись, это какая-то, какой-то суррогат, какая-то мешанина, то есть, микс салат. То есть, это не то, что изначально или первично, или естественно, грубо говоря, это микс чего-то из чего-то. То есть, ничего однородного нет. Это уже смесь нескольких компонентов, грубо говоря. Ну, суд судно, я даже сейчас не буду тут суд разбирать, потому что, ну, вот тут-то собака вообще может быть зарыта, я сейчас не буду. Ну, почему я слово судно написал? Потому что тут снова дно, оно прямо светит русскоязычным-то прямо в глаза, так что называется. То есть, нужно понять это сразу. Суеверный. Ну, вот если слово вот здесь вот верный, веренный, вот оно промелькает, и вот здесь вот верный тоже, и суеверный. То есть, как бы вот здесь вот тоже уже подсказка слышится, что это, ну, как сказать, неправильно верующий, неправильно верный, да, то есть, не той веры, не о той вере, значит, знает и понимает, и что-то какой-то, короче, сошел с верного пути, грубо говоря. Ну, сутулый, понятно, тот, кто пригибается, тот, кто нагибается, тот, кто вниз стремится, да, субординация, прямое слово, говорящее о том, что, ну, вот, суп или су, это обозначает именно подчинение, стремящееся к, так сказать, подчинению, да, то есть, ну, что тут объяснять? В этом слове все кроется, все открыто, все лежит на поверхности, опять же, субкультура, подкультура, антикультура, да, всем, вот, когда мы вот эти вот все слова проговорим, мы понимаем сразу, что обращается, су или су, 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 это, говоря, то, что внизу, подлежащее, да, субтитры, ну, понятно, они там внизу пишутся, субсчета, субаренда, это все то, что от главного, какая-то ответвление или подчинение главному, да, то есть, субвенция, субсидия, это я, как бы, ну, вот, ну, субмарина вообще, то есть, подводная лодка, ну, то есть, ну, вот, само слово говорит и кричит, да, что такое субстраты, субъекты, субмарина, понятно всем, да, субтропики, субдоминанта, ну, специально прям такое слово нашел, которое прямо говорит, вот, суверены, субдоминанты, это одно и то же, понимаете, или вот, субординации, суверены, это одно и то же, субклеточный сублимирует ну и вот самое такое слово просто на русском она собой не говорится собой она грится подземка да то есть собой подземка собой сабжект сабжек вот сабжект субъект объект от объект сабжект да ну и вот самое главное идем дальше если кто на этом этапе все еще не понял что суверен обозначает не что иное как вот здесь вот подчиненный или подданный суверен это кто-то кто подчиненные были под подданный по субординации и никакой он там не значит главное он как раз второстепенный да он по отношению к рабам он может быть главнее но по отношению королю или еще кому-то вышестоящим он точно более так сказать нужно как-то так наверное но все стараются быть суверенными и так далее ну и дальше я буду раскрывать самое важное во всем это но субъект объект вот обратите внимание почему я здесь но субъекты разделил это понятно то что я все тут слова с этим суп или су разделил как бы чтобы для понимания да а здесь вот объекта я вам тоже разделил почему вот самое главное если кто когда-то проведом не занимался и там есть оба что такое раз чин опы и так далее то есть такие вот словечки там очень хорошо даны и с тех пор это у меня еще в мозгу все осталось лежит и так сказать я это прекрасно понимал тем более немецкий язык об этом не сразу подсказывает почему давайте вот теперь перейдем главный так стать теме да итак смотрим на наш великий могучий немецкий язык что нам говорит оба оба это верх или вверху унтон это низ или внизу да что такое оба обожествлять до оба раз раз это один как бы и об этот то что сверху то что объем вот видите да то есть это то что стоит над чем-то или обидно объемлить что-то как бы ну все объемлище то есть это разделение между внутренним и внешним но это именно та оболочка которая как бы стоит над тем что внутри или то что как бы то что внизу ну ладно к объему это меньше но образ это масло масляное то это один и раз то есть один раз и об это один высший то есть образ это то что как бы выше ну со словом бог перекликается образ или бог это можно поставить знак равно по сути ну вот унтон унижает унификация унитаз субъект подлежащий объект настоящий вот оба запомните об немецком это указывает именно наверх вверху и так далее и поэтому объект это всегда над лежащие надлежащие то есть первостепенно а субъект подлежащие это второстепенно то что внизу это вы должны понять ну и дальше тот же самый список который до этого показал просто я его здесь вот немножко сделал так вот по середине почему потому что с об и суб или он унтон то что внизу мы как бы здесь вот разобья разобрались дальше еще раз все эти слова суррогат есть такое слово где-то она у меня тут прописано нет я его по-моему здесь уже дописываем где-то а ну вот так вот смотрите что дальше вот суррогат ну тут вот стоит от немецкого заменитель заменитель натурального продукта фальсифицированный продукт за церзаться это заменители есть по-немецки да и вот суверенной вот по слову суверен еще раз тем сувереном там и прочим всяким живым ставлю вопрос вы точно понимаете что такое суверен или все еще сомневаетесь почему потому что давайте вернемся вот здесь вот здесь вот я когда дал вот это вот видите некоторые люди здесь дали какие-то веками комментарии я им что-то пытался пояснить правильно мелькнул опять слова супер анал и все такое это идет из германии кто-то когда-то этой темой там занимался и там кто-то что-то это то что называется пернул воду или в лужу да выдал там такое вот про супер анал про зуба анус так сказать и оттуда это пошло перекинули люди сюда и не разобрашивались так сказать в теме чё к чему и почему и начали вот это вот все это ну ладно ну и тут вот опять развивается спор про суз ну су и су это не одно и то же свои су это все-таки разные вещи хотя есть слова с улица или сур да то есть обозначать типа солнечная но тут я могу поспорить потому что вот слово он может быть а вот сур это все-таки будет обозначать какой-то суррогат поэтому пока я сейчас не буду с этой трактовкой здесь сильно играться вот поэтому пока останемся на этом пути это более прямой путь и так начал давать субъект так вот мне не нравится что здесь так вид этот этот масштаб надо сделать чуть побольше побольше ничего не видно ну ка еще раз попробуем масштабнуть так как тут увеличить а просто крутилка нельзя увеличить то ли должно вот увеличится прекрасно и так субъект от латинского субъектом под лежащие еще раз то что подчинную но то что внизу поддон да вот субъект в грамматике подлежащий семантический так далее производит действие носитель станет субъект в логике подлежащие суждения предмет о котором что-либо утверждается или отрицает субъект психологии активное самосознание самосознающие начало душевной жизни тыры-пырыта субъект философии носитель действия и вот дальше дальше вот ну да вот эти вот трактовки кстати не читал я их просто сюда с википедии перекинул сам еще не читал сейчас вот неправильно сделал что все-таки надо было это вам читать хорошо ролики я делаю и раз он должен иметь какой-то смысл да на цветы читать грамматики подлежащие от грамматики правильно здесь сюда но значит в логике подлежащие подлежащие суждения предмет о котором что-либо утверждается или отрицательным тоже будем считать что правильно дальше субъект психология активная самосознающая начало душевной жизни которая противопоставляет себя внешнему миру и своим собственным состоянием рассматривая их как объект и вот видите уже здесь идет некая ну как сказать подсказка что здесь вот начинается уже подмена понятия да то есть субъект психология активно сознающие начало душевной жизни то есть видите здесь уже психологии как бы ты или мы или вот все мы как бы мы уже превращаемся в субъект то есть мы преда превращайся как бы в подлежащие тут дальше вот не буду сейчас говорить мог бы еще кое-что сказать но тогда я вам как бы всю тему слишком рано раскрою вы ничего не поймете вот лучше здесь так сказать кушка по курочка по зернышку субъект философии носитель действия тот кто или то что познает мыслит и действует видите философии философ и идти их мать вот в грамматике все правильно а философии уже что идет правильно уже идет подмена понятий то есть субъект то что подлежащие подлежащие то что под ногами то что рад уже превращается в того о ком как бы идет речь до носитель действия не какая-нибудь вещь принадлежащие человеку а носитель действия познает мысль действует в отличие от объекта как того на что направлены мысль или действия субъекта понять вот здесь уже вот в этом предложении вот здесь здесь уже подчеркнуто на прям красным подчеркнуть вот я здесь подчеркнуть красным конечно есть просто я вордом вот этим не пользовался обычно open office пользовался тут просто но да его поставил это не знаю где тут это самое можно подчеркнуть таща возможно ли область выделения так ссылки эти вот раньше все было нормально сейчас херня какая-то да вот это мы сейчас обязательно подчеркнем вот здесь уже идет огромная подмена понятий друзья мои вот здесь огромная подмена понятий надо сделать это жирным так неправильно туда раздел так надо это зажирить прям вот здесь уже подмена понять вы поняли субъект философии носитель действия тот кто или то что вот именно не тот не то что тот кто ну ладно философии там если речь о каком-то так сказать сейчас я опять говорю о каком-то объекте о чем мы говорим она по сути не объекте а субъекте понимаете субъект это всегда вещь объект это живое одышу леным то есть ну по сути человек тот кто мыслит субъект или вещь не может мыслить объект или человек и мыслит но к животным можем отнести то же самое то есть то что жевое это всегда должен быть объект а то что не живую вещь это должно всего Joker но то есть я вам сейчас уже опять предвосхитил до события то исцова можно так сказать выплеснула ребенка блин с ваду и то есть вам уже как бы рассказал о чем собственно речь ключ так сказать но буду дальше вам рассказывать это же еще не свежь только начало понимаете вот мы сейчас подвигаемся к тому что о чем вообще идет речь субъект в экономике участник экономических отношений производства распределения обмена и потребления экономических благ вот тоже полная подмена вот здесь уже собака то что называется порылась понимаете полная подмена полная лажа то есть субъект в экономике это должны быть всегда что друзья мои ну 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 кто из вас правильно это должны быть товары товары субъект в экономике всегда должны быть товара объект в экономике кто должен быть правильно человек тот ради которого эти товары создаются тот который обменивается этими товарами должен быть объектом а субъект тут всегда должны быть товары и услуги и все такое понимаете друзья мои полная подмена понятий субъект религии бог либо человек душа человека тоже вот ворачиваемся сюда друзья мои об оба обожествлять образ объект объем оба приставочка он всегда указывает на вышестоящие а здесь субъект в религии бог то есть бога назвали субъектом понимаете в религии и либо человек душа человека что тогда там объект вещи по яйти полная подмена понятий третий раз подряд записываем полная шиза вот здесь вот развивается на ваших глазах видите да то есть вот ведь я прям вот то что называется вместе с вами это все делаю за ничего заранее делать увидите прям когда так сказать вот давайте все таки это еще и жирным сделаем другой насчет вот так так что то я не выделил сделаем другим шрифтиком прямо пожирнее да ну вот правда отсюда уезжает туда слово а где объект права внизу но это плохо да так много 12 12 улазить заходовать хотя в 12 сделаем и уже в нем да вот жирным вот субъект религии бог полная херня это должно быть объектом субъект не терминологическое значение просторечие человек вообще вот 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 она подмена понятия видите друзья мои часто с отрицательной характеристикой например подозрительные странные субъекты почему подозритель стран да потому что это под лежащие поэтому и странный относительно к человеку вообще применять нельзя субъект это всегда вещь к вещи только применимо понимаете ну и вот подъезжаем к самому главному то что я вдруг обнаружил так сказать читая википедию сразу как бы сходу и меня просто ошарашила этого ну нихера себе они тут вообще как бы хотя я это как бы всегда подспудно то знала и просто не читая этих как рассказать формулировок почему потому что ну так называемые как они юридические как он как он блин юридическое лицо лицо и физическое так называемое там все перепутано и это я уже подспудно знал что там как бы путаница ну теперь вот смотрите субъект права это лицо обладающие по праву способностью осуществлять субъективные права и юридические обязанности вот все субъект права это лицо ну то что лицо это маска и так далее все это вы уже это все в теме знаете да то есть то что здесь замаскировано это вы все знаете да это те самые маски которые нам сейчас бил гейтс на морды натягивая да вот сделай нас рабами они просто над нами угорают и прикалываются смотрят на нас и как это на дебилов и работа и угорают а люди все это когда мирные протесты у них голове понять их надо резать и жечь и ленчевать на площадях по идее этих козлов этой жизни так сказать вот а люди все еще не поняли им надо вас разжевывать да так вот субъект права это лицо обладающий по праву способностью осуществлять субъективные права и юридические обязанности так вот это полная подмена понятия должен быть объект права субъектами права могут быть государства физическое лицо гражданин как носитель права и обязанностей носитель права и обязанности заметьте вот физическое лицо юридическое лицо штутку юридическое лицо если вот физическое лицо эта фикция то есть вот это вот маска вот это вот лицо то что здесь написано то юридическое лицо это вообще фикция фикции то есть фикция фиксей то есть фикции когда ссупают между собой부터 еще более аффициент membership цель или от слов gm то есть по немецки говоря да вот fucking щит вот когда фикции значит становятся еще более фикциональные у ювишными по русски говоря вот они превращаются в юридические лица субъект международного права участник международных отношений давайте вернемся главному вопросу кто является носителем прав правильно че ло век и никто больше может кто-то от другого человека передать какие-то его права которые ему прижат нет не может то есть тот или каждый кто наделен правами только он может быть является носителями но если вы там вот передоверили кому-то или взяли вашего представителя что вы сделали вы стали как бы неправоспособным да то есть неправомощным то есть вы нашли заменителя ирзац возвращаемся сюда да где вот он был ирзац то здесь суррогат заменитель суррогат ирзац да вот вернулись так то есть все вот эти государства что такое тоже юридическое лицо это значит что это правительство по слову правительство здесь не примета левительство государство это что всегда равно вот сюда давайте подпишем это левительство левоприводные которые да и вот почему потому что по словам государства никогда не имеется ввиду все вы или общность народа под государством всегда имеется ввиду шайка банда которая ну заправляет вами уливляет вами уливляет вас с верного пути с праведного пути вас уливляет влево все время левоприводные вот эти левиты понимаете да а в чем я лоу законодательство законы да ну и все такое сейчас не буду эту тему эта тема у меня уже где-то там жевана так вот может ли человек передать какие права кому-то другом не может может ли человек вещь наделить своими правами не может это невозможно отсюда все так сказать организации которые вот субъект международного права обладают они правами моими например нет конечно имеет они права от меня участвовать и горит нет конечно понимаете это все фикции вот это вот все фикциональное это фикции поэтому и вот вопрос встает здесь а где объект права если вот это вот субъект право лицо а где тогда объект права самое главное и вот мы подходим главному так стать вопросу и ответ извиняюсь вот видите тут мне точно придется перепрыгнуть в википедию так а я-то думал что я собственно здесь это прописал ничего страшного так или так дать дать подумать не ну да я это сюда начни так момент 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 сейчас я скажу где она может быть здесь может я просто перекинул в этот вот суверение вот здесь в этом документе к нам может быть а я понял 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 чего самого главного не хватает все сейчас мы откроем то что надо просто мне нужно было это все соединить в один документ а я как бы вот еще раз вернемся к этому документе куда я вам потом сделать pdf формат выложена всеобщее так сказать обозрение чтоб вы понимали где объект справа встает вопрос и вот мы переходим к следующему документе q читаем опять же в той же википедии объект от латинского объектом предмет и тут бабац как же так опять возвращаемся снова к этому документе q еще раз где он здесь у нас было объект субъект если зайдет в википедию там так и будет объект над лежащие но я написал на отстоящее очень по смыслу до субъект подлежать википедии дана правильная трактовка объекта и субъекта но когда мы доходим до объекта вот здесь вот латинская предмет то здесь на что философская категория вот они все эти глупцы философы этих значит юридических нам наук запутывания они вам нафилософствовали объект философской категории выражающие нечто на что направлена практическая или познавательная деятельность субъекта наблюдателя понимаете все шиворот на вывод вот здесь вот шиворот на вывод и это философы которые должны быть главными такси которые должны понимать смысл всего так сказать вот здесь они уже нафилософствовали дальше объективность отношения к объекту явлению его характеристикам процессом как независимому от воли и желания человека объективно так надо еще раз мне вдуматься этот отвлекся просто отношение к объекту явлению его характеристикам вот объективность отношение к объекту почему же к объекту здесь должно стоять слово к субъекту понимаете объективность это объект смотрит на субъект или действует как-то субъектом и тогда это отношение кого к чему кого с кем объекта к субъекту а вот здесь вот к объекту понять вот здесь вот подмена понятия идет вот здесь вот неправильно его характеристикам все это в википедии может посмотреть его характеристикам процессом как независимому от воли и желанию желания человека объективность подразумевает наличие знаний как таковых объекте явление а субъекте явление устойчивость объективности зависит от количества и точности понимания различных параметров объекта или процессов явления ну ладно сейчас мы это немножечко упустим нет могу тут слишком долго философ стать роли будет слишком долго объективизм философское учение об объективности реальности материализм объективный идеализм реализм напутали сразу все в кучу и так еще раз опять философское учение об объективности объективизм объективизм предполагает учет максимального количества факторов при создании общей картины действительности объективизм также предполагает стремление к оценке вещей эти к оценке стремления вещей они чего-то там живых людей до лица событий вот лица событий все-таки включили на основании их точного изучения зависимо от собственных пристрастий и вот ведь по сути как бы объективно или объективизм ставится как бы выше по иерархии почему возвращаемся вот сюда вот еще раз об он объективизм и любовь и образ вот объем вот это отсюда идет то есть объективность или объективность это то что более объем на боли всеобъемлющие то что настоящее то есть они здесь философ стали философ стали но опять либо сами запутались а вряд ли могли запутаться и просто вас хотели запутать вот так дима становились то основных их точное значение зависимо от собственных пристрастий и предвзятых мнений то есть свои мнения или свое своя оценка всегда ставится почему-то ниже по отношению к чему по отношению как бы ну к более объемлющим каким-то божественным планово здесь в этом смысле как бы ну как бы вроде бы и правильно но здесь нужно ну как стать различает значит объективизм или все объемли как с этим все объемлемости значит как бы всего мироздания или божественного уровня и человеческого уровня но всегда связки или рассмотрение к более еще низшим планом то есть к вещам эти вещи как бы они субъективны то есть они не могут быть объективнее или выше чем человек то есть человек как бы должен больше понимать или он влияет на них кругу говоря хотя не на все события или на все вещи или влияет но это опять-таки оговорки не хочу сейчас сильно долго тут философства не уходить когда они не могут быть удовлетворительно оправданы разумом так но это надо было бы снова опять читать иначе сейчас это запутаю сам вниз также предполагается меняек оценки щелиц событий на основании их точного изучения зависимо от собственных пестрасти и призятых мнений когда они не могут быть удовлетворительно оправданы разумом объективизм обязательен для всякого ученого и критика который должен быть прежде всего освобожден от бэконовских идолов но бэконовских идолов там на википедии сразу сюда когда нажимаете выходит этот бэкон и там ира про идолов объясняется но я не стал это все сюда выписываешь это будет слишком много опять же да вот но пойти вот все время идет то есть объективизм обязателен но человек сам все время субъектом выставляется во всех этих отношениях и вот дальше идем происходит от латинского а тут я уже про облигации про объекты вот облигация облигатура или там облиган слова если немецком такое да вот здесь я его к сожалению здесь вот не написала надо было бы написать вот сюда вот еще надо было вписать так как не там мелким шрифтом где-то тут вот но ладно это я составлю не буду может быть потом подпишу вот облигация обязательства облигары связывать обязывать далее из оба против перед или пред или над или как вот архи 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 важно или да то есть это то что сверху то есть оба опять же приставочка указывает на что-то вверх стоящие вверх лежащие или как бы там ни было сверху лежать не может она всегда стоит сверху а то что снизу всегда лежит как бы вот вязать связывать лигатура на лига и так далее вот здесь вот все как бы более-менее правильно написано исправить индо европейского ну тут вот для и клик как в немецком связывать ну ладно оставим это все лига рлиган это по-немецки лежать вот здесь вот возможно даже идет какая-то как бы это сказать то по точнее возможно здесь даже идет подмена но или как стать недопонимание то есть здесь не с лигатуры не с лига не со связью имеется ввиду трактовка а именно ниже лежащим или с лежащим чем-то но ладно это опять же облигация или облиган это то что над лежащие именно то есть само слово облигация или бумаг die what как здесь она и обозначает надлежащие ничего более как бы понимаете надлежит в русском надлежит это значит то что ты обязан как бы сделать надлежит сделать то есть это лежит это то что не на тебя сверпу давляет тебе указать грубо говоря объект права правоотношений. И вот здесь вот объект правоотношений вспоминаем вот здесь. Объективность отношения к объекту, туда-сюда, философское учение и так далее. И вот мы подходим дальше. Объект право правоотношений. Вот если мы говорим объект правоотношений, то кто с кем вступает в отношения? Но один объект с другим объектом, правильно? Человек с человеком, грубо говоря. А мы что здесь читаем? Это то, по поводу чего возникает, существует само правоотношения. то это то, по поводу чего возникает, существует само правоотношение. Понимаете? Вот опять, подмена понятий. Это должно быть субъект права. Субъект права, объект права. Жалко, что я все-таки это в разных документиках это сделал. Вот здесь мы поставили вопрос. Субъект права, я вам показывал. А где объект права, я поставил вопрос. Вот оно. Объект права, это то, по поводу чего возникает, существует само правоотношение. Вот правоотношение может возникать от объекта к субъекту, или от объекта с объектом, то есть человек из человека, могут возникать правоотношения. Но объектом права будет всегда человек, а субъект или вещь, это то, по отношению к чему будут возникать всякие права, требования, и так далее вот право требования то есть такое понятие право требования чего может требовать в основном вещи какие-то услуги там еще что-то да какие-то задолженности и так далее то есть ну в основном об этом идет речь хотя могут быть там еще какие-то возникать отношения ну ладно так лицо может претендовать на предоставление ему другой стороной кого-либо имущество денег вещей и тому подобное владеть и распоряжаться какими-то ценностями и так далее но здесь надо было бы вот как раз подписать вещи то и ценности они к чему относятся они что такое по отношению к человеку они субъект читаем дальше проблема понятия содержание классификации анализа других сторон объектов правоотношений имеет важное значение поскольку только наличие объекта права вызывает необходимость возникновения и осуществления самих правоотношений написано четко правильно и вы наверное думаете ну нет человека нет дела да а нет здесь все как раз наоборот здесь нету вещи нету дела получается потому что объект права правоотношения то то по поводу чего возникает существует само правоотношения то есть здесь всегда деньги вещи объект права здесь деньги вещи то есть объект как бы вот эти если вот вы здесь до суть до сюда поняли мою мысль или правильно услышали то что я вам говорил вы должны уже отсюда из этого хода вещей так сказать уже понять что получается правоотношения у нас вещевизм да то есть у нас вещи стоят вверху угла на важнички они внизу там где не положено им быть отсутствие объекта права отсутствие объекта права лишает смысла ощущения каких-либо правоотношений вот тоже такое утверждение очень клёвая до отсутствие объекта права написано это правильно но по смыслу имеется тут совсем другое если вот здесь у слова объекта заменить вещью все правильно они как написали как они думали то есть обсто отсутствие вещи или такси отсутствие права вещи лишает смысла что они каких-либо правоотношений вот но вы то читаете и думаете отсутствие объекта права лишает то есть ну что здесь является объектом правы думаете может быть но это я человек если вот меня нет и значит некому и не о чем речи вести нет здесь имеется ввиду опять вещь в обществе нет и не может быть правоотношений не только без субъектных но и без объектных о это вообще супер предложение вот тут два предложения просто отпад на смотрю и просто удивляюсь тут вот эти вот юрии индикаторы они вот по такси постарались примутному на полную катушку запутать мозг такси всех людей на свете сразу понимаете это просто отпадные два предложения в обществе нет и не может быть правоотношений не только без субъектных но и без объектных да вот это выводы а я бы написал бы просто в обществе нет и не может быть правоотношений без объектных почему потому что объектом право должно и и может быть всегда только живое существо то бишь но по сути человек о ком идет речь от чего вообще все законы прости к это человека человек из является источником и так далее не кошка не собака потому что кошка и собака но в юридикции приравниваны к вещам тоже хотя они живые мыслищещества но это философстве философии мы можем кошек собак как мыслящих субъектов там представлять или объектов да если речь идет о них там мы там можем кошку или собаку или вообще всех животных так как они живые мыслищие мы их можем возвести все-таки в ранг объекта то есть в ранг но того о чем мы там сказать рассуждаем если они будут главными по отношению к апельсину банану или еще к чему-то к палке какой-то понимаете вот в обществе нет и не может быть правоотношений не только без субъектных но и без объектных я бы сказал только без объектных не может быть а вот а без субъектные могут быть почему потому что отношения мужчины и женщины так называемая любовь если она без вещизма без там чего-то это тоже отношения кто кого обманул кто кого обидел и так далее то есть такие отношения могут быть и не просто могут быть они Они есть, по сути. И больший самый срач, кто кого убил и почему и так далее, не всегда из-за вещей, из-за каких-то там этих, происходит именно это вот и есть правоотношение между объектами права. Объектами права в данном случае являются именно люди. Но здесь это все поставлено как раз, вот если вы поняли то, о чем я вам сейчас говорил, здесь все поставлено шиворот на выворот, понимаете. Проблема общего определения понятия объекта права всегда привлекала внимание исследователей была предметом дискуссии. Проблема общего определения понятия объект права всегда привлекала внимание исследователей была предметом дискуссии. Ну еще бы, вы понимаете, тогда когда я вам делал передачу на револьвере про Гопса, там про государство, я делаю за передачу, да. Вот там-то это и было, когда речь идет всегда о позитивном праве, когда речь идет о естественном праве. Вот там у них такие споры и дискуссию, там это как-то естественное право, это такая сложная, серьезная вещь, ее никогда невозможно описать. Это, ну, такая нерешаемая проблема, дилемма века, понимаете, не только века, а вообще всех веков. Почему? Ну, потому что как только они откроют, а там открывать-то нечего. Человек является правоспособным правоносителем и о нем, а от него все танцует, он источник права, а не вещи или еще что-то. И все, и говорить не о чем. Проблема общего определения понятия объекта права всегда привлекла внимание исследователей и была предметом дискуссии. Но это как про инфляцию, я вам тоже передачу делал, да. Вот, инфляция у них и то, что вверх растет, и то, что вниз растет, и то, что не растет, и то, что еще как-то, понимаете. Ну, все состояния в экономике данного момента времени, у них всегда инфляция какая-то, как-то она, какая-то инфляция, какой-то вид инфляции. То есть, а что такое инфляция, это надувательство или воровство, по сути, да. Вот, это та же самая петрушка, только так сказать сбоку. Понимаете, а в чем речь? Давайте выделим это зелененьким. Вот, философы тут, бедняжки, философствовали, философствовали и запутались, да. Так, что-то я тут сделал не то. Выскочила какая-то хрень тут. Какая-то эта ручка, я куда-то тыкнул не туда. Так, надо вернуться к этому крестику. Или как он? Блин, где оно здесь вообще вид? О! Так, блин, как это? Так, давайте это вернем назад. Так, вот, вроде отменил. Так, еще раз надо делать. Вот, проблема. Вот, другим цветом надо сделать. Неправильный цвет я выбрал. Не понимаю, почему. Я выбрал цвет-то правильно, но сделала с неправильным цветом почему-то. Так, проблема. Так, ну ладно, я не дальше. Дальше, если вы поняли, значит, пытаясь найти оптимальное и адекватное, слова адекватное, вы понимаете, да. Пытаясь найти оптимальное и адекватное решение. Ответь на общий вопрос. Что такое объект права? Многие из авторов высказывают не только отличные точки зрения, но и те, что дополняют друг друга. Ай-яй-яй-яй-яй. Кто же эти авторы? Ну, мы знаем, кто эти авторы. Всякие Гоббс и прочие, Фридрихи Энгельс и Маркс и Розы Люксембурге и прочие, как это там, как они. Ну, в общем, Карл и Юнге и, значит, вот эти вот все вот эти вот философы, значит, которые, значит, не могут решить проблему века. А тут это выковыривать-то из нас нечего, понимаете? Тут сраные козюли этот вопрос не строит. Объект права всегда тот, кто правоноситель, правоспособный и тот, кто источник права. Это всегда, кто, правильно, живой человек, но не мертвый же. Все. Живой человек – объект права, все вещи и все, что не живое – субъект права. Ну, или там кошки, собаки тоже. Можно их туда же отнести, в первую очередь. А уж если более подробно разбираться, если речь идет, например, о издевательстве над животными, над кошками и собаками, то тогда они выступают как бы объектами права, да. Ну, понятно. И надо наказывать того, кто, значит, им причиняет какие-то... Хотя человек все равно стоит как бы по рангу выше их. Ну, это сейчас не буду вдаваться в подробности, это уже такая особая тема, будем так говорить. Пытаясь найти оптимальное и адекватное решение и ответить на общий вопрос, что такое объект права, многие из авторов высказывают не только отличные точки зрения, но и те, что дополняют друг друга. Ну, это как вот инфляция. Она и вверх растет, и в них растет, и когда она никуда не растет, она тоже все равно инфляция. Понимаете? Ну, вот это вот юрюдикция. От долбнятлов. В юридической литературе существуют разные трактовки объекта правоотношения. В юридической. В юр. Юридической. Да. Вот это слово. В юр. Юридической. Вот здесь надо выделить, да. Да, вот так вот прям выделить, да. Для тех, кто еще ничего не понял. Потому что этот текст я буду распространять же, да. В юридической литературе существуют разные трактовки объекта правоотношения. Однако, в ходе длительных дискуссий сложились в основном две концепции. Монистическая. Монистическая. Это, наверное, монетус, писетус. Да. Или моно, типа, что-то одно. И плюралистическая. Ну, да. Значит, вот. Значит, понятно. Согласно первой из них, объектом права могут выступать только действия субъектов. А какие субъектов действия? Субъект – это то, что подлежащее. Это стул, стол, там, диван, телевизор. Пиво, диван, телевизор, да. Вот. Поскольку именно действия, поступки людей подлежат регулированию. О, видите. Действия подлежат регулированию. Но они вдруг становятся, значит, во главу угла. А не сам человек и вообще, там, так сказать, его понимание. Юридическими нормами и лишь человеческое поведение. Так, 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 так. Давайте вернемся еще раз. Я прочитаю, потому что сам запутался опять. Согласно первой из них, объектом права могут выступать только действия субъекта, поскольку именно действия, поступки людей подлежат регулированию. Юридическими нормами и лишь человеческое поведение способно реагировать на правовое воздействие. О, ну вот это уже вообще высший пилотаж. Тут вот те, кто за права человека и так далее, они тут уже начинают чесать репу. Неужели тут проскочил какая-то божья искра в этих рассуждениях, да? И лишь человеческое поведение способно реагировать на правовое воздействие. То есть, тут вот некий субъект права появился. Человеческое поведение. Как-то вот в отдельности от самого человека, понимаете? Ну вот это вот вообще, вот это вот истинная шиза, вы понимаете? Это вот надо тоже выделить. Получается здесь очень важный такой момент. Прям вот, ну, шизеи не придумать тоже. Очень круто они здесь завернули. Реагировать на правовое воздействие. То есть, вот написали-то умно, но... Каждый ли поймет, о чем здесь шла речь? Отсюда у всех правоотношений единый общий объект. О! Опять же... Отсюда у всех правоотношений и единый общий объект. Понимаете? И сами правоотношения, то есть, отношения ставятся, опять же, выше самого объекта права, самого человека. Понимаете? Вот, отсюда у всех правоотношений единый общий объект. Написан-то правильно. А что такое объект? Объект это человек, источник, так сказать, власти, права, законодания и всего. Понимаете? Согласно второй позиции, объекты права настолько разнообразны, насколько разнообразны правоотношения, которые регулируются правом. О! Жесть! Согласно второй позиции, какая у нас здесь была вторая позиция, вернемся. Однако, в ходе длительной дискуссии сложились в основном две концепции, манистическая и плюористическая. Согласно, первой из них объектом права могут выступать только действия субъектов, поскольку именно действия, поступки. Ну, то есть, тут действия и поступки ставятся в угла. Согласно второй позиции, объекты права настолько разнообразны, насколько разнообразны правоотношения, которые регулируются правом. Но, если на русский перевести с юридического, согласно второй позиции, объекты права, ну, то есть, объекты права здесь имеются в виду вещи или какие-то действия, настолько разнообразны, насколько разнообразны правоотношения. А правоотношения это что такое? А это опять, ну, какие-то действия или отношения людей какие-то, которые регулируются правом. О чем они здесь хотели сказать? Масло масляное, масло бутербродное, масло... Говеное или что? То есть, это вообще полная путаница. Салат в голове. То есть, вот это вот вообще предложение достойно всех философов мироздания просто. Я не знаю. Ну, вот... Все. У меня крыша отлетела, значит, в небеса. Ну, облиган. Вот я еще раз здесь это писал по облигациям. Тут это все такое, значит... Тут у меня недоработанный, как бы, текст немного, ну, как сказать... Нарушена немножко последовательность, как бы. Я просто накидывал какие-то отрывки с википедии, которые я, как бы, по тему под эту находил. Облиган. Облиган. То есть, прилежно заниматься, предаваться, отдаваться чему-либо. Отсутствует пример употребления. Ну, что это... Отсутствует... Надлежит надлежащим образом. Облиган – это то, что надлежит. Надлежащее. Вот. Отсутствует пример употребления. Меняться в обязанность. Надлежать. Вот. Здесь вот эта трактовка. Она правильно, я это выделил. Все правильно. Можно только, ну, вот, теперь уже, как бы, выделить зеленым все-таки цветом. Мы это выделим. Потому что в данном случае это правильное понимание здесь. Ligen, Durk, Ligen, Einligen, Erligen, Freiligen, Geling. Ну, это из немецкого. Тут не обязательно. Это все, что прилегает или как-то лежит и так далее. Облигация латинская. Облигация. Обязательства. В некоторых контекстах. Также. Bond. Nota. Эмиссионная долговая ценная бумага. Почему, кстати, вот, вопросом облигаций же тоже всякие вот эти вот люди, которые занимаются там суверенными, там, это живые и мертвые, трасты и все такое. Там часто встает вопрос векселя. И вот облигация, это тоже, как бы, нужно понимать. Ну, что такое облигация? Кому чего надлежит? Тот, кто дает займ. Займ дает всегда человек, потому что человек всегда источником является всего. Человек кому дает, давайте я вам покажу, кому дает. Человек дает всегда вот этому, юридическим лицам, то есть фикциям. Государство, левительство, шайка, банда, сама не имеющая прав. Почему? Потому что никто не может передать прав больше, чем у него есть. А права есть у каждого частного, так сказать, человека в отдельности. У каждого свой набор или, как сказать, своя котомка прав и никуда ничего передать он, по сути, не может. А все вот эти вот субъекты международного права и так далее, это все фикциональные, так сказать, измышлизмы, то есть это фикциональные конструкции. Они правом никаким на самом деле не обладают, понимаете? И никто ничего им передать, собственно, не может. Они узурпируют эти права себе, как бы, узурпируют, так сказать, власть, сами себя придумывают, сами себя назначают, сами у вас все забирают. То есть это кто? Это власть, укравшие всегда. Вот так вот знак равенства поставим, напишем большими буквами власть, укравшие. Вот. Власть, укравшие это. Понимаете, да? У кого? У вас, у объектов право, а не у субъектов право. Вот так это должно быть, понимаете? Так вот, сохранил даже это так, как оно есть. Вот. Что такое облигация? Облигация это, что такое? Это, ну, обязанность. То есть, то, что надлежит исполнить. Кому? Тому, кому ты дал займ. То есть, они исполняют передавать. Ты дал их займ, они тебе с процентами должны отдать. То есть, вот это государство, левительство, правительство, вот это вот, власть укравшие, они тебе всегда должны, да? Вот что такое облигация. Ну, ладно, я тут сейчас это дальше не буду читать, слишком будет. Ну, вот. Обложить оброком. Вот. Кто кого оброком-то облагает. Мы им всегда отдаем займы, мы являемся источником права, мы являемся источником благ, средств любых. Мы являемся источником любых товаров, услуг, всего, отношений. Но они нас облагают оброком. Вот эти власть укравшие, не мы их, как вот в облигациях, да? То есть, если мы облигацию дали, то мы им дали займ или кому-то, какой-то организации, какой-то структуре, какой-то там компании. То есть, компания это что? Это какое-то объединение. Если какие-то частные, другие, внештоящие люди, внештоящие в этой организации дают какой-то им займ внутрь этой организации, то что эта организация должна отдавать с каким-то процентом или по каким-то другим условиям, каким-то товаром отдавать это ли так далее то есть они им надлежит выполнить по отношению к вам вот это вот за им то есть этот этот договор вам отдать либо больше либо какие-то значит продуктами которые не производят либо что-то такое то есть по сути вы всегда как взаимодатель облагаете оброком того кто вот оброк хорошее слово в русском и обложить обложить оброком обложить оброком есть такое понятие вот вот это об опять указывает на то что кто здесь является объектом права они субъектом еще раз субъект от у меня здесь подлежащие еще раз но это мы уже все читали нечего тут говорить и вот подходим так сказать еще раз концу там когда в википедии вы тыкаете объект права субъект права тыры-пыры туда-сюда и вытыкать и тыкать и тыкать и тыкать и там где-то натыкиваете вот можно здесь даже открыть чтобы это здесь открыть надо нажать кнопочку стр г стратегии да и вот сюда тыкнуть тыкнуть мышечкой мышечкой мышонка мышонкой вот ведь право отношения и читаем можете сами кешь почитать я выделил то что как говорится то что где каждый должен с дуба рухнуть так сказать вот я вам это сейчас все читать не буду или надо еще отдельно ролик отдельно поэтому сделать читаем главный вывод всего этого талмудизма так статью юридикции этой да да право отношения правовое отношение между субъектами права то есть участниками по поводу объекта вот шиворот на выворот понимаете да шиворот на выворот а тут должно быть все наоборот при котором возникают права и обязанности как бы да все понятно только объект субъект перри ставить местами все будет нормально право и отношения возникающие на основе норм права волевые общественные отношения участники которых имеют субъективные права и юридические атак опять что-то показал не то что-то здесь еще не хватает значит все таки надо там на страничке читать я видать не скопировал не вставил сюда да давайте все таки мы на страничке нам почитаем где-то тут и если я сейчас очень быстро найду то вам повезло а если нет ну значит надо поискать потом это показать что разные отношения между себе проекту часть кого объекта возникает обязанности права и отношения возникающие на основе норм права волевые общественные отношения часть которой имеются объективные права и юридические обязанности так это все понятно вот это вот можно вот так вот закрыть чтобы она была поменьше так любые любое правоотношение представляет собой сложное правое явление никакого сложного явления она вообще не предоставляет то есть это не представляет то есть нужно только четко понимать что такое субъект права что такое объект права субъект права это всегда вещь или какие-то отношения объект права всегда живой человек, только он источник вообще всех прав. Оно состоит из трех необходимых элементов. Субъект, правоотношение, объект, правоотношение, содержание, правоотношение, субъективные права и обязанности, терпыры. Субъект и правоотношение. Участники правоотношения именуются субъектами. Видите? Участники, правоотношения, участники именуются субъектами правоотношения. Вот. Подмена понятий. Должно быть объектами. Потому что... Не, все правильно, все правильно, извиняюсь, почему, потому что здесь стоят субъекты правоотношений, субъекты правоотношений это всегда вещи, запомните, субъекты правоотношений это либо вещи, либо какие-то сами отношения участники правоотношений с субъектами правоотношений это социально-правовые единицы, между которыми складываются отношения ну, как бы правовыми единицами они быть не могут они как раз бесправовые единицы бесправные, то есть это то, что является вещами как здесь вот трактуется вообще по смыслу. То есть, ну вот везде, везде идет вот этот салат подмена, понимаете? То есть, это лица, наделенные правами. Вот и пошло. То есть, это лица. Блин. То есть, это лица, наделенные правами. Понимаете, а по идее здесь должно стоять. То есть, это вещи, которые не наделены никакими правами и являются, значит, на, то есть, подлежащим подношению к человеку. К тот, кто правоспособен и правонесущий. Понимаете? То есть, это лица, наделенные правами и обязанностями. Это непосредственные участники правоотношения. Правоотношения. Индивидуализированное общественное отношение. Индивидуализированное, но общественное. Это как вот инфляция, которая растет вверх, одновременно вниз. Понимаете? Вот это вот бред с сивой кобылой. Понимаете? Вот это вот все это нужно записывать в какой-то особый блокнот и сверху надо подписать шизо. Просто пипец. Читаешь вот это и... То есть, отношения между конкретными лицами. Жесть. Граждане, организациями, государственными государствами, органами, субъектами, государственными лицами, образованиями, а также между одним и тем же лицом предоставляемые взаимоисключающие интересы различные. Вот это тут я даже сейчас вникать не буду. Я сейчас ищу просто то место, где именно про вещи сказано. И там вот у меня просто открылся, так сказать, портал в космическое мироздание куда-то, потому что тут прям где-то это было выделено. Я читал, что вот... Сейчас я вам это найду. Момент, наверное. Надеюсь, это здесь было написано. А также между одним и тем же лицом предоставляемые взаимоисключающие интересы различных своих правовых статусов. Вот это тоже сужается... Это тоже... Как оно? Шиза, которая... От чего происходит? Когда у человека много масок, так называемых юридических, да? То есть, когда он... Где-то человеком и поступает, где-то фирмой, где-то еще что-то, и взаимоисключающие интересы тут возникает. Ну как у одного человека могут взаимоисключающие интересы возникать? Ну это вообще надо как бы разобраться с этим. Это только в дурдоме такое может быть, понимаете? Связанными между собой с субъектами права и обязанностями, определяющими обеспеченную законом меру возможностей и должного поведения, возможностей и толжествами результируются в конкретных действиях в реальном поведении. Так, даже не буду сейчас комментировать, потому что это слишком мне тут... Я еще не настроен на то, чтобы в это вникать. Значит, субъекта права и отношения подразделяется на три категории. Физические лица и юридические лица, как таковые. Государство лицом. Назвать его можно чисто условно. Да-да, чисто условно, потому что это именно та шайка-банда от Левительства, которую он написал, значит, власть укравшая. Правовыми статусами здесь являются так называемые ветви государственной власти. Например, исполнительная власть, законодательная власть, судебная власть, муниципальное образование. Все это, конечно, фикции, фикциональные конструкции, которые никакой властью не обладают вообще. То есть, это просто дубинки, которые вас колотят, вымогают, унижают и так далее. Ничего более. И вы им, собственно, вы их как наделили какой-то властью, только постольку-поскольку, потому что вы молчите и, так сказать, ненасильственно не сопротивляетесь. Не сопротивляйтесь никак. Физические личности это всегда только люди, они с правой точки зрения характеризуются правоспособностью и дееспособностью. Понимаете, это уже все, конечно, шиза, но она действует сегодня. Юридические, личные, коммерческие, некоммерческие организации всегда полностью правосубъектны. Вот здесь, видите, вот это вот и есть та самая ошибка, которая не должна быть вообще-то. то есть, что такое юридическое лицо? Это какое-то образование, которое происходит от одного или другого человека. Вот человек, в данном случае, он правонесущий, правоспособен. А какая-то организация и так далее, она уже, кто-то думает, что там объединены все права и каждого, но на самом деле больше веса какое-то объединение, чем один человек, не имеет, потому что никто не может иметь прав больше, чем он сам. И объединение в том числе. Понятно? То есть, вот здесь вот шиза это возникает, то есть, они всегда обладают правоспособностью действия в полной мере. это можно спорить. Ладно, сейчас не буду на это отмекаться. По юридическим лицам понимается организация в гражданском обороне под соцсновением. Так, терпура, так, это мы все пропускаем. Одно и тоже лицо объекта правоотношения. Вопрос об объекте правоотношения в правовой науке является дискуссивным. О, нам опять. В целом поднимают материальные, нематериальные блага, по поводу которых возникает правоотношения. Еще раз, вот, объект, правоотношения, вот это, наверное, то самое место, где-то тут вот начинается, я его почему-то, я не знаю, почему я его сюда не ставил. собственно, хотел, потом забыл, где у меня тут было-то, то самое конкретное место, вот объект я сделал, потом объект право, вот, правоотношения, объект правоотношения я сделал, а вот это я, наверное, пропустил. Объект правоотношения, вопрос об объекте правоотношения в правовой науке является дискуссионным. В целом, под ними понимают материальные и нематериальные блага, по поводу которых возникает правоотношения, объект правоотношения. Вот это как раз и шиза, понимаете? Вот объектом правоотношения всегда выступает человек. Сами правоотношения являются субъектом уже, как бы, то есть ниже стоящим по отношению к самому человеку. Почему? Потому что между двумя людьми или между чем-то там возникает так называемое правоотношение. По сути, что такое отношение или правоотношение. Это кто над кем стоит. Вопрос кто кому чего должен, кто над кем стоит, кто кому приказывает и кто кому принадлежит. Вот что такое отношение. Ну, или если касательно кого-то договора, если будем говорить равноправные какие-то там, это самое, все равно в договоре перечисляется, значит, кто кому чего должен, в какой срок и так далее. Если ты выполнил, значит, ты как бы, ну, все правильно делаешь, если ты не выполнил, значит, ты нарушил договор, и тогда уже ты как бы несешь какие-то обязанности, да? Так, в юридической литературе предложен ряд различных определений объекта правоотношения. Одни авторы называют объектом то, на что направлены субъективные права и юридические обязанности, другие то, по поводу чего складывается проотношение. Причем, нередко в оба эти выражения вкладываются один и тот же смысл. В ряде случаев тот внешний предмет, который является поводом установления проотношения, может указывать и на направленность прав и обязанностей сторон. Более точным является следующее определение объекта правоотношения. Это те явления, предметы окружающего нас мира, на которые направлены субъективные юридические права и обязанности. По идее в этом разделе здесь несколько раз то самое указано, о чем я хотел повествовать весь этот ролик. Когда вы здесь читаете, вы понимаете ту самую шизу, что вещи ставятся во главу угла. То есть, у нас не люди являются правоспособными, правонесущими и источником права и вообще всего, а у нас вещи поставлены во главу угла на божничку. То есть, у нас не какие-то человеческие правоотношения, а у нас вещизм, если это так коротко выразить, является главным по сути. То есть, у нас потребляться откуда исходит из вещизма, но вещи еще даже главнее самого человека. Так вот оно. Одни авторы называют объектом то, на что направлены субъективные права. А по сути, должно быть одни авторы называют субъектом то, на что направлены объективные права. Понимаете? Потому что объект права всегда человек, а субъект должно быть вещь. Потому что объект это всегда надлежащее или надстоящие, а субъект всегда подлежащее. Так, объект правоотношения всегда нечто внешнее к юридическому содержанию правоотношений и правоотношений. То есть, то, что находится вне субъектных прав и обязанностей. Вот, видите? А должно все как раз наоборот. Здесь должно ставить слово субъект правоотношений всегда нечто внешнее к юридическому содержанию правоотношений и так далее. Так, это полный пипец просто. Правоотношения существуют в системе реальных жизненных явлений предметов окружающих нас мира. При характеристике правоотношения как единства юридической формы и фактического содержания мы уже включили став про субъектов, а также в качестве материального содержания поведение людей. Да. Теперь круг явления окружающих нас мира связанных с правоотношением освещается еще шире. В поле зрения включаются явления предметы, на которые направлены права и обязанности. Теперь круг явлений окружающего нас мира, связанных с правоотношением освещается еще шире. В поле зрения включаются явления, предметы, на которые направлены правоотношения. Ладно, тут ничего такого суперского они тут не открыли. При этом следует подчеркнуть, что определенные явления предметы рассматриваются в качестве объектов именно применительно к правоотношениям. Причем в качестве объектов правоотношениям выступают явления, предметы, которые признаны таковыми государства. Ну, например, какие-нибудь права, например, на музыку, на что-то, то, что вы сделали. Ладно, тут можно с этим как-то согласиться, но все равно в качестве объектов они рассматриваются, они должны быть все равно всегда субъектами, потому что кто права-то эти имеет, все равно сам человек, а не объект. Объекты не имеют никаких прав, у них нет прав. Это чья-то собственность или, значит, то, чем человек пользуется. Например, в соответствии статьей 128 ГК гражданского кодекса объектами гражданских прав, а значит, и гражданки партнами являются вещи, да, вот, 128 ГК гражданского кодекса, вы понимаете? Например, в соответствии со статьей 128, да, мы это тоже прямо выделим, гражданских прав, а значит, и гражданские партнами являются вещи, включая деньги, ценные бумаги, иное имущество, имущественные права, работы, услуги, информация, результаты, интеллектуальные, действия, в том числе, исключение, интеллектуальные права, на них, интеллектуальная собственность, нематериалительные блага. ну, как бы тут спорить, как бы, собственно, не с чем, кроме того, что они являются объектами, они объектами не являются, они должны быть субъектами, почему? Потому что право требования у кого, правильно, у самого всегда человека, тот, который выступает заявителем, то есть, мои права, типа, нарушили по моим каким-то там этим, значит, произведениям, да, я выступаю в качестве истца, то есть, я хочу, чтобы мои права восстановили, не права моей музыки, моей картины написанной, моей какашки высранной, а права меня нарушены. Вот, но здесь, как всегда, все вот, пытаются с ног на голову поставить. В юридической литературе, наряду с другими теориями, распространяя теория объекта действия, согласно которой, объектом правоотношений является волевое поведение обязанного лица, но тут сейчас даже не буду напрягаться, понять, что здесь был, какой смысл в этом, идем дальше. Или все-таки подумать, не, ладно, не буду думать, не хочу, лень. Так, подытожив, можно сказать, что объектами правоотношения выступают явления, предметы материального и духовного мира, способные удовлетворять потребности субъектов. Интерес у правомочного. У правомочного. Почему было правомочного? Обобщенно говоря, это разнообразные материальные и нематериальные блага. подытожив, можно сказать, что объектами правоотношений выступает явление, предметы, материальные, духовного мира, способные удовлетворять потребности субъектов. Ну, опять, субъектов и объектов переставить местами и все будет отлично, понимаете, но здесь у нас что идет шиворот на выворот. Полный кобздец и абзац, так сказать. Полный абзац, да. Круг объектов правоотношения очерствует через интерес у правомочного, тем самым характеристика объекта согласуется с понятием субъективного права, важным моментом которого так, 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 подытожив, круг объектов, правоотношения интереса, самым характеристика объекта согласуется с понятием объективного права, важным моментом которого является интерес на время правоотношения привязывается к системе реальных жизненных отношений, к материальному и духовному ценностям, очень различные блага, политические, духовные, тыры-пыры, так, ну, ладно, короче, я это проматываю, это как, в принципе, вы уже поняли главную мысль того, чего я хотел вам донести, собственно, то, к чему я хотел тут выйти, я даже потерял этот момент, я его просто в документе почему-то не скопировал, но где-то тут оно есть, можно найти, конечно, сейчас быстро так это поперек почитать, вместе с тем, неопонятно, связи, поведение субъектов, выделяем содержание правоотношений, появление субъектов, различный отношений, активного и пассивного типа, это тоже смешно, ну, ладно, это общее определение объекта, правоотношения, как материальных и материальных духовных благ обогащает, наше представление правоотношения, позволяет характерлять их с новых сторон, а главное, ввязывает существование правоотношений с системой материальных и духовных цен. Вопрос об объекте имеет практическое значение, в особенности это касается тех правоотношений, где материальные или ингидиальные блага отделены от самого поведения субъекта. Вот тоже отделены, тут что-то отделяется у них, понимаете. Действие человека отделяется от самого человека, как это возможно, не зная, вы судите за что человека. Вот человек убил кого-то, вы судите за что? За то, что нож в кого-то воткнулся или вы все-таки человека судите за то, что он неправильно действует, а чтобы человека как-то поправить и значит направить его, ему нужно дать это как-то прочувствовать. То есть, что такое, как это называется? Чтобы была какая-то ценная плата, ну как равноценная плата за это, равноценной платы здесь быть не может, но тем не менее, понятие реституции и так далее, возмещение убытка, оно же существует, вот о чем речь идет. Ну и чтобы человек как-то исправился, чтобы он что-то понял, то есть, вообще, к чему юридикция и наказание вообще существуют, что такое так называемое естественное право? это всегда возвращение человека, сошедшего с прямого и праведного пути на путь истины или на путь божий, так сказать, да, ну, божий уберем слово, на путь истины. Путь истины, человек сошел с дороги, его надо поправить, скорректировать. Для этого существует, как бы, там суд, еще что-то, тудым-сюдым и так далее. Если человек едет на красный, его задают, если человек несется на мотоцикле вслепую, он режется в дерево и, значит, будет бубой ему. Вот. Значит, в худшем случае это поправляется так, но в лучшем, вот, значит, существуют суды в обществе, где, значит, люди, других людей, как-то пытаются поправлять, как-то их перевоспитывать и так далее. То есть, речь-то всегда об этом. Вопросы в объекте имеют практически значение, так, касается отношений к материалам, 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 логанал, так, терпыры, так, в частности гражданское законодательство специально регламентирует правовой режим вещей к, вещей, как объектов. Так, вот, сейчас гражданское правовое законодательство специально регламентирует правовой режим вещей, как объектов права собственности. Вот, вот, видите, вот, опять тот же самый момент, но херня полная, знаете, правовой режим вещей, как объектов права собственности. Вещи априори и по, как сказать, по сути, всегда являются субъекты по отношению к человеку и баста, точка, тут нехера больше выдумывать и, значит, это, ходить кругами, понимаете? Правовой режим объектов авторских избирательных, изобретательских прав, вопросы, связанные с результатом работ, подрядчиков, по право отношениям, подряд, так, сделай, верну, это, ладно, тут я не буду в ряде имущественных отношений с наличным объектом себя существует, это тут, как бы, так все понятно, что-то изобретательных право отношений туда-сюда, так, таким образом, при лейко-право отношениям, где имеется отделимый объект, решение юридических дел, необходимый в ряде случаев анализ объектов и тех юридических норм, которые, как клянуется, и правовой режим, сложив все из-за накладательств и практики понятия правового режима объектов, вещей, продуктов, духовного творчества, отделимых результатов работы, тратки, ну, понимаете, я надеюсь, вы поняли, что я вам вообще хотел сказать, просто сейчас не могу тот самый момент найти, где-то тут прям вот стояло, что, ну, как бы, вещи, вещи являются, так сказать, объектами права и, то есть, вещи поставлены во главу угла, но сейчас вот найти просто не могу, опять же, глупо-глупо начал ролик, да, надо было все-таки это подготовить все конкретно уже и перед этим прочитать, что я хотел посмотреть еще раз. Так, изопределение начальства, всякое правообязанное общественное отношение, которое закрепляется, другими словами, это то фактическое поведение, действие бездействие, которое правомоченный может, правообязанный должен совершить. Материальное содержание правозношения складывается из дозвольного поведения правомочного или должного поведения правообязанного. Ну, вот здесь вот уже интересный момент, конечно. Ладно. Правоотношение как правовое явление обладает и своим особым юридическим содержанием, которое воплощается в семьяких правах и обязанностях его участников. УС и ОФ обосновывают это следующим образом. Во-первых, юридическое содержание норм права предоставлено сформулированными в них общими правилами поведения, которые в правоотношении приобретают обозначение конкретных правил, адресованных его участникам. Но желательное и должное поведение участников в правоотношении фиксируется в их субъективных правах и обязанностях. Во-вторых, специфика, так, это я немножко пропускаю, потому что здесь я точно знаю, что я это здесь не видел. Возможно, я даже в другом разделе это видел. Разглючение правоотношения юридическое и материальности позволяют поменять механизм. Здесь о право на общественную жизнь. Точнее, было просто смотреть в материальности. Так, ролик становится, конечно, очень затяженным. Затяжным. В США юридическое содержание правоотношений, его субъективные права, правомочия и юридические обязанности. Значит, у объекта, то есть у человека, могут быть объективные права. А у субъекта, то есть у вещи, право быть не может. У него что? У вещей. У них принадлежность к чему-то. Все. Понятие? А здесь вещи выступают участниками правоотношений. Ну, бред, сука, полный. Неразрывно связанные друг с другом. Вот субъективные права и обязанности, неразрывно связанные друг с другом. Они возникают одновременно, однако в дальнейшем содержании правоотношений может меняться. И участников правоотношений могут появиться новые права и обязанности. В подавляющем большинстве правоотношений, ну, конечно, опять же, не буду сейчас это. эмоционировать не буду в подавляющей высоты наши каждый из участников имеет право отнесет обязанных отношения правомочного лица есть только субъективное право обязанного лица только субъективная обязанность как у правомочного может быть субъективное право а не объективное право ведь он и есть объект он источник право этого но ладно так 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 значит что счета я здесь не значит подвожу итог очень где-то я тут про правоотношения чего-то смотрел и короче я куда-то что-то не туда и дать тыкнул короче это не то нужно вернуться наверно куда вернуться можно было бы еще поискать вот субъект право где-то было субъект субъект права или что-то такое вот она была там еще раз посмотреть вот объект права субъект права вот возможно это все-таки где-то там я видел теперь я не могу найти объект права гп это это то по получу возникает существует самого отношения вида объектов правоотношения материальные блага предметы цельско характерные главным образом для гражданских имущества отношения к управляю дарение именно тому подобное материальные личные блага поведения действия правоотношения вещь права имущество так ладно я надеюсь все равно поняли все что хотел сказать где-то кстати собака зарыта у нас вещи поставлены во главу чаем граждан праве признают предметы материального мира вещами представить ценность для человека способствует потребности субъекта гражданская отношения выступаешь предметом товар обмена вещами каждый объект ценности по степень части в работе так ну ладно не буду это сейчас тут это было не здесь точно и главная вещь и принадлежность является разнородными вещами отдельными друг от друга при этом вещь называется принадлежность предназначена для обслуживания главные вещи имеющие самостоятельное значение принадлежность призвано обеспечить целостность сохранить главные вещи и так далее труп каким образом подлежит регулированию труп с точки зрения вещного права до сих пор является вопросом а хер ли тут даже мертвый человек как бы является но более правонесущим способным по отношению к другим вещам настоящим вещам а человек ну как бы даже если умер на у него есть право там быть правильно похороненным там на могилке шуку вот они разрывали там еще что-то но и так далее больше такими права все сдох права окончились есть только одно право так сказать не нарушение могил так стать и чувств верующих вернее чувством родственников приходящих к нему так сказать на могилку слезу пролить все какие там еще могут там права и не знаю вот такие пироги так наверное может быть еще в субъекте право можно быть вот я там где-то смотрел возможно это было там так субъект право здесь где-нибудь есть так выделено чтоб я мог туда тыкнуть читает не вижу ладно друзья ролик я надеюсь кому-то что-то даст он получился чрезмерно слишком длинным я его так не хотел делать но если я тот момент найду я вам еще так давайте зададим просто субъекты субъекты право отношений право отношения правые отношения в сфере права субъектность вот может быть право субъектности правоприем также юридический субъект социальное обеспечение юридический факт акты и представительства объекты право объект права право субъектность юридическая категория под которой понимается способность физического или юридического лица иметь и осуществлять непосредственно или через своих представителей юридические права и обязанности то есть выступать субъектом правоотношений право субъектность а почему не право объектность право субъектность так ну ладно право субъектность способность физического право субъектность право субъектность это способность не из физического юридического лица это как сказать принадлежность вещи кому она принадлежит вот что такое так сказать правосубъектность все или можно было сказать правосубъектность возникает от значит право обладателя или право источника права то есть человека по отношению к вещи или какой-то какому-то там действию какого-то еще чему-то там второстепенного все так ладно способность короче где-то это я здесь тыкал правовой статус наиболее широким он является у граждан ставится справа субъекта секретационных прав и обязательств которые по конституции составляют основу правого статуса личности его тоже интересная вещь на будет посмотреть является действующим непосредственно правой статус граждан российской является равным для всех слово статус переводе с латинского означает состояние положения тем не менее в литературе предлагается наряду с понятием правового статуса не выделять понятие правовое положение такое дополнение имеет смысл если под правым положением понимать конкретное правовое положение субъекта который определяет как его правом статус на так и сокурс конкретных правовых связей понимаете утопили опять субъекта почему субъекта когда это объект человек объект запомните объект субъект поменяны когда я вот эту всю юридикцию еще раньше считал я понимал что объекты субъект здесь перепутано пас по смыслу но когда еще раз вернемся давайте субъекты объекту зададим еще раз чтоб вы не думали чтобы я вас там наколола может быть я там что-то неправильно написала тогда субъект объект просто смотрим вот субъект в грамматике смотрим под лежащие субъект видите в грамматике в синтезе как главный член предложения который обозначает предмет действия которое выражается сказуемым пресс не тащить разборное предложение подлежащие подчеркивать с одной чертой все везде по перепутанного не ну все правильно здесь хотя бы давно что подлежащие это вот субъект это подлежащие все тут как бы все понятно объект надлежащие там так и выделено тоже при прекрасно но как только дело до доходит до юридикции так это сразу философская категория и пошло-поехало и вот субъект философии носитель действия тот кто или то что познает мысль это действие вот вот она шиза эти субъект в экономике участник экономических решений производства распределения обмена и потребления экономических благ тоже то же самое это не субъект в экономике это объект в экономике а субъектом является все те вещи которые значит производится обменивать и так далее субъект религии бог вот-вот шиворот на выбор на эти вот как можно пользоваться этой всей юридикции этих законами где все самая база то с чего все начинается подмена понятий шиворот на выбор на друзья короче ролик получился не такой как я все представлял совершенно затянутый очень но те кто как бы хотели что-то разобраться я надеюсь я вам что-то дал а дальше так сказать ищите сами вот если я найду тот самый момент который он собственно хотел выделить самым главным и жирным вот но где-то короче она была да давайте вот субъект экономики еще раз смотрим макронический агентного хозяйства фирма государства государства агент состоящий из государственных учреждений задач который стоит в регулировании экономики очень интересно мы оставим это обязательно так как есть так как бы нам это я же скопирую здесь нажму назад здесь мы это еще раз откроем вы сейчас скажете ну какой вывод из моего ролика к чему я призываю так далее ты хочешь все поменять это невозможно все уж так написано ну понимаете когда черная обзывается белая белым белая черном и когда все шиворот на вылетка как вы хотите с этим всем разобраться вы приходите к судье что-то там хотите бля а кто вы судьи вы субъект то есть подлежащие они надлежащие а вещи судьи кто а вещи это то что является главным понимаете веществ у нас судебные судейский веществ то есть у нас юридический или юрис путинский веществ грубо говоря то есть вещь является главным вот правой статус установленная нормами правоположениями и и субъектов совокупность их прав и обязанности вот видите какие у нас формулировки правовой статус вопрос правовой статус это статус кого человека правильно другого нет ничего кто и что может обладать какими-либо правами кто источник права человек живой мыслящий эти все шиворот на выбор от правой статус установлена нормами права вот здесь неправильно установлено е не нормами права установленная закона творцами то есть человеками положение его субъектов совокупность их прав и обязанностей его субъектов да вот эти то есть что получается право то есть законодание она стоит над человеком а и не человек во главе эти вот опять же здесь вот ну шиворот на выбор от но надо вправо еще залезть и почитать что там будет стоять то есть право важнее человека или человек важнее права человек является источником права то кто важнее кто надлежащие кто подлежащий человек над стоящие право подлежащие почему потому что право имеется здесь по сути не право а законописание то есть законодание само право она относится именно вот к естественному праву она неотъемлемо от человека права не отчуждаем и помните такую фигню из прав человека это то что нельзя от отчуждать вот а законодание то что вот это вот мифотворчество вот это вот крючкотворство вот формализация этого права она и есть законодание то есть слово право и законодание тоже подмен подмена как бы понятия это тоже все говорил в своем ролике тогда на револьвере где делал там про юридикцию про государство и так далее понятия право понятия юриспруденции один из видов регуляторов общественных отношений система общая обязательных формально определенных принимаемых в установленном порядке гарантированных государством правил поведения гарантированным гарантированных не государством а гарантированных сообществом человеком грубо говоря так вот надо было бы писать государственные сепарально гарантированных принуждениям власть укравших государством вот это вот фикцией фикс фикси вот это вот здесь вот теми гарантированно это кто вас дубинками долбит продолжение так 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 на право праведения которые любят общественные отношения конкретно определенное право зависит от типа правопонимания которое еще и правопонимания у них тут есть типа которая придерживается тот или иной ученый то есть его представление о праве да 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 вот ничего короче не ясно во всем они сомневаются ни на чем они не сошлись но как бы добят то дубинкой вас всех или нас всех меня в том числе в то же время определение я различных школ позволяет наиболее полно представить право поэтому для развития правовой науки особенно важен плюрализм которого не всегда удается добиться силу традиционной близости этой отрасли знаний к государственной власти да 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 я понимаю о чем речь и вы надеюсь тоже поняли что не дай бог рабы поймут что здесь как перевернута все исковеркнуто то они просто херю это некоторых определениях или контекстов права может сливаться с системой права ну система права понятно система не права законотворчество законодание система может быть а право это тоже от человека не отчуждаем а от каждого из нас потому что мы источники этого права объективным правом или просто законодательством либо с правовой системой вот законодательство тут праве проскочила слово законодательство и просто ты ну надо же Левство России. При этом право, как система права, находит выражение в источниках права. О, источники права есть. Давайте позволим, что там будет стоять. При этом право, как система права, по сути-то, по смыслу, я вам сейчас перевожу с юридического на русский, при этом законодание, как система законодания, находит выражение в источниках права. Вот так это должно быть. Ее правовое содержание определяется нормами права, нормами законодания. Когда же говорится о праве, как о правовой системе, помимо системы права, обычно представляются и другие правовые явления, правовая культура, правосознание, право реализации. Да, здесь, конечно, крыша едет не спеша. Нормативность устанавливает правила поведения общего характера. Общая обязательность действия распространяется на всех, либо на большой круг субъектов. Формальная определенность. Нормы права выражены в официальной форме. Не просто в официальной форме, а в письменной, законодательной форме. Формальная определенность. Это закон о... Как сказать? Ладно, не буду я сейчас... Так, что-то еще там хотел посмотреть. Правопонимание. Правопонимание. Определенное представление о существе права. Да. Но вопрос, что есть право, разные теоретики права. Отвечали по-разному. Цель. Право есть искусство добра и справедливости. Право есть искусство. То есть, право это не есть... Именно вот неотъемливаемое существо каждого человека, да. А искусство какое-то. Ну, то есть, что такое искусство в данном смысле, в данной вот интерпретации? Это то, что наинтерпретировано, то, что искусственно, то, что не является естественным. То есть, искусственный – это не естественный. Понимаете? То есть, Цельс говорит о чем? Право есть неестественность добра и справедливости. Ну, как сказать? Какое-то неестественное существо. То есть, это что-то, что сделано как бы искусственно. Вне человека стоит. Вне человека, соответственно, вне общества как бы. Ну, то есть, если бы Цельс писал не право, а законодание, есть искусство добра и справедливости, да, я бы с ним согласился. Какие проблемы? Рудольф Фон Иеринг. Право есть защищенный государственным интересом. Право – ничто без государственной власти. Понимаете, что вот пишут эти дебилоиды? Право есть защищение, то есть, закон или законодание есть защищенный государственным интересом. Ну, какой интерес вот этих вот, вот этих вот, я вам уже объяснил, как бы, да, вот. Власть укравших – это есть интерес. То есть, о чем нам говорит Рудольф-то, вот этот Иеринг, немец, конечно же. Законодание есть защищенный левительством или бандой, власть укравших интерес. Право – ничто без государственной власти. То есть, законодание – ничто без принуждения вас дубинками, так сказать, к тому, чтобы вы, так сказать, со всем соглашались. Да. Ничто без государственного принуждения, по сути, да, без государственной власти. Эмил Кант. Юристы до сих пор ищут свое определение права. Ну, тут хоть Кант что-то сказал такое абстрагированное, чтобы, так сказать, не попасть под мой гнев и не обосрался, в общем, он, короче, ушел от ответа. Суть теории, значит, главное – это духовное, идейное, нравственное начало, приоритет над нормативным и реальным началами. Право – это возведенное в закон справедливость. Вот. Законодание – это возведенное в закон справедливость. В рамках данной доктрины разделяется право и закон. Вот. Видите? В рамках данной доктрины разделяется право и закон, так как закон может быть неправовым. О! Вот оно! Золотое правило. Вот оно. это надо ну даже слово золотое или понятие золотое у нас уже сегодня некоторые люди извратили и говорят все что желтым цветом или золотое это говно ну ладно не будем об этом да вот золотое правило к чему мы пришли вот смотрите все таки есть так сказать проблески то какие мы сделаем ну давайте вот таким вот мы сделаем и все таки мы это покрасим в золотой цвет какой то нет золотого такого оранжевого а вот оно оранжевого главное это духовное идея нравственно нравственно ладо не не правильно ставим идея нравственное начало приоритет над нормативным и реальным началами право это возведенная в закон справедливость ладно здесь оставим слово права, потому что, ну, если как я и хочу, это, значит, в рамках данной доктрины разделяется право и закон. И вот, так, как закон может быть неправовым, да, вот это вот надо было бы даже именно вот отдельным цветом сделать. Вот, это суть того, что, собственно, нужно понимать как бы тоже. Право возникает естественным путем, появляется раньше государство, о, какие тут проблески-то. А нормы права лишь воплощают эти идеи. То есть право возникает естественным путем. А вот о каком брать здесь идет речь о том, который от человека не отделяется, или это все-таки законодание и законотворчество? Конечно, законодание и законотворчество, но что-то вы не пишете. Закон, законодание возникает естественным путем, появляется раньше государство, а нормы права лишь воплощают эти идеи. Нормы законодания воплощают эти идеи. Понимаете, само право даровано Богом или природы, поэтому государство должно уважать, дать естественные права и свободы человека. Ах, 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 какие золотые слова, да? Вот тут вот все, вот даже спорить-то не с чем. Право на жизнь, имя, собственность, создание семьи и другое. Самоопределение надо было бы тут еще написать, было бы как бы всеобъемлющие воли. Ну, ладно, это после второй мировой войны идет процесс рожжения естественного права. Ну, видишь, все правильно. Тут уже, тут уже как бы, да, не с чем спорить, друзья. Вот видите, есть, так сказать, все-таки проблески разума в этих всех вот писульках на Википедии в данном случае. Да, тут можно вообще чуть ли не все записать золотыми, так сказать, буквами. Вот, да. Сделать их жирными. Не знаю, почему у меня не выделилось, и жирным надо еще сделать. Вот так, во. Ну, ладно, сильно, может, пережирнил. Ладно, мы вот здесь вот просто подотрем немножко, и оно влезет. Вот. Так, ну, ладно. Здесь, наверное, еще много чего есть интересного. Психика людей, правое. Это не то, что задумано, не то, что записано, а то, что получилось в действительности. Ну, вот это вот, как раз-таки, это не право, это законодание, законотворчество, или результат этого крючкотворства, законотворчества. Право воплощает не в естественных правах, право воплощается не в естественных правах и законах, А в реализации законов? Во! Жесть, на, вот это вот жесть. Вот это уже вся, так сказать, сатанинская суть этого херни всей. Право воплощается не в естественных правах и законах, а в реализации законов. Так бы хотели вот эти власть укравшие, значит, которые сидят над вами с плетками. Если закон находится в области должного, то право в сфере сущего. Да, есть право в текстах мертвое право, есть право поведения в субъектах право. Ну вот тут надо, конечно, каждое слово и предложение обдумывать. Я сейчас как бы уже не совсем настроен на это. Хотя я вроде выспался, так. Ладно, Еринга мы оставим сейчас в стороне, не хотелось. Система права, система этого нуждия, настроение структуры элементов права. Ладно, оставляем это тоже где-то тут было что-то смешное, интересное. А, вот, источник формы права. О, зачем вы в кавычках-то берете? Источник права и формы права это не одно и то же, это разные вещи абсолютно. Их здесь вот в скобках подписывать нельзя. Это способ, с помощью которого закрепляются нормы права. Не право, а законодание. Почему? А давайте сами нормы права почитаем. Чего же там-то будет нормы права-то? Нормы права, общая, обязательная форма, определенное правило поведения, гарантийное государственное отражение, уровень свободы граждан, организации, выступающие регулятором общественных режимов. Да нет, нормы права это зафиксированное, то есть формализованное, записанные тексты закона. Все. Понимаете? И к этому может относиться и как бы сами законы, и как они должны писаться, и так далее, и какие формуляры, как должны быть выявлены. Ну, все, что к этому относится. Все, еще тут еще. Правовой статус личности представляет собой часть общественного статуса, относится к качествам человека и гражданина, правовой статус личности. Ну, вот, если перевести вам с юридического на русский, правовой статус фикциональной вот этой маски, юридически закрепленное положение маски в государстве и в обществе, правовой статус личности представляет собой часть общественного статуса, это относится к качествам человека и гражданина, общественного статуса, относится к качествам человека и гражданина. Это не относится к качествам человека и гражданина, это относится к фикции, понимаете, в рамках, вот в этих рамках, в рамках власть укравших вот этой вот, понимаете, вот этих вот организаций бандитов, понимаете, вот к чему это относится. это маска, к чему это относится равнозначит понятие правовой статус и правовое положение личности равнозначит правовой статус личности определяется для людей в отличие от правого положения юридических лиц, ну ладно, сейчас не буду вникать даже в это специальный или родовой статус с определенной категорией, ну так ладно это все пропускаем, где-то было тут еще какое-то смешное слово, объект права ладно, нет, нет, это все все нет, вообще-то право сознания форум общественного сознания, представляющий собой систему правовых взглядов теории, идеи, представления, убеждения, оценок настроения чувств так, сколько уже идет, уже 2 часа идет ролик но это полностью, конечно, перебор а хотел минут на 20, так что видите, как оно получается так ладно, все, на этом я пока заканчиваю я думаю, что вы поняли, о чем я вам хотел вначале сказать еще раз все это сейчас ворачиваю и показываю еще раз с чего мы начали оба, что такое вверх-вниз, что такое объект, субъект управления, что такое вот эти вот все к чему относится суверен суверен это это подданный или подлежащее да вот что такое суверен ну и также субъект и объект права перепутаны и только где субъект и объект как определение на Википедии дается с точки зрения вот вот здесь, в грамматике там все правильно подлежащее и надлежащее там все правильно а в остальных все поперепил перепутано так, ну и вот это еще раз я вам покажу тоже объект я вам показывал вот все эти вот места где вот это вот косяки, да которые видны и откуда что это все и выходит короче у нас вещество то есть вещь у нас поставлены на божничку а человек по отношению к вещам оказывается когда ты в суд приходишь дело не о том какие у тебя права к вещам а дело о том значит что вот у вещей откуда-то возникли какие-то права и вот а ты там выступаешь вот плати за что-нибудь там я не знаю твоя машина наехала на кого-то ты обязан платить за эту вещь вещь как бы выступает главным да а не ты там к примеру или что-то такое то есть все шиворот на выворот вот как-то так да но из еще в конце скажу что посмотрю я вот этот ролик где он здесь где-то да вот посмотрю этот ролик что здесь к сожалению хотел это все в одном ролике сделать но видите 2 часа вместо 20 минут и сейчас посмотрю это и если найду у них тут здравая мысль или что-то попробую им подсказать ну и раскидайте им этот ролик если что а вот видите нет я же уже здесь делал комментарий вот написал глупая женщина хочет быть субъектом права тут-то и просмотрела все на что надо было обратить внимание видите я уже давал комментарии значит что правильно значит она тут именно что-то там субъектом права она хотела быть да ну надо конечно посмотреть все в общем и тогда уже дать всю оценку происходящего и вот у меня там еще появился ролик на сегодня я начал смотреть на телефоне который я еще тоже смотрю и тоже к этому все так сказать приопчу ну все друзья на этом шлюз то бишь конец и конец он от слова кон конечно же потому что он круглый и ладно на этом точка все до следующих роликов друзья то Продолжение следует...